Что у нас... Да, и ты меня, кстати, спрашивала во время нашего анговора. Да, да, я волнуюсь за схиегумена. И я волнуюсь за схиегумена. Вот я могу сказать, Оленька, пока все эти среднеуральские процессы вами и широкой, как бы, ну, скажем так, не углубленной в церковную тематику публикой, они ощущаться и не будут. Они не будут сейчас на слуху, они не будут на виду, они будут зреть, как глубинный фурункул, наливаясь гноем древнего пещерного ужаса, то есть истинного православия, которое противостоит гундяевскому казенному православию. И тот, кто разбирается в этих всех церковных материях и проблемах, он очень хорошо видит эти процессы. Вот я говорю, они пока не глобальны. Большинство приходских попов, они трусливые, зависимы слишком, чтобы принимать участие в открытых бунтах. Но тот, кто знает немножечко, как бы, всю эту подковерную историю, он видит раскладку. На сторону Сергия один за другим переходят практически все звезды современного православия, причем переходят непросто. Эти пастыри, выражаясь их языком, переходят со своими стадами, и там уже гигантская отара образовывается из верных. Да вы что? Да. А среди сторонников вот оказался такой очень авторитетный православный старец. Есть такой схемонах Митрофан Лаврентиев. И он уже тоже объявил, что да, вот в споре двух хозяйствующих субъектов, гундяев и романов, так и ж прав романов. Потому что сейчас церковные суды, которые мы содержим, пишет Митрофан Лаврентиев, они судят людей за то, что они являются православными. Надо сказать, что это действительно правда, потому что когда вот это казенное православие чуть-чуть почувствовало сжение от, скажем так, подлинного православия в лице Сергия, ну они же прибегнули к так называемым судам. Кстати, вот этот Митрофан, он в свое время облыженно, то есть абсурдно и неправедно обвинял Наталью Поклонскую в краже перстня Николая Второго, но это точно не она украла. Там своя, Оля, я говорю, это особый мир. Какая интересная жизнь у людей. Параллельная вселенная. Мы с вами занимаемся какой-то ерундой. Да, совершенно верно. С Митрофаном, кстати, уже расправились. Его уже по-тихому придушили, его лишили саны без рекламы. А другие сторонники есть. Вот, например, там в Армавирской партии возникла еще пара настоятелей соборов, но их никто не может скрутить в барайний рог, потому что Армавирский епископ сам сейчас под следствием за педофилию и за гомосексуальное приставание на службе к ипподиаконам и просто некому отстранить бунтующих настоятелей. А патриархия, она, конечно, хоть и очень тихо и очень подколодно, но вот это вот свою войну против сергианства начало, да? Но то, что расчленение РПЦ в любом случае неизбежное, что вот эти все демонические процессы... Вы не отвлекаете раскол? Безусловно, я его вижу, я уже вижу трещину, по которой пойдет... Старые и старообрядцы, новые и старообрядцы. Нет, это будут романовцы и гундяевцы, и это единственное, нужно будет некий общегражданский, общеполитический кризис, когда уже будут какие-то события, а это тоже не заставит себя ждать, для того, чтобы и по РПЦ побежала бы вот эта линия. К тому же, не забывай, что в РПЦ нет бойцов. Там нет бойцов, равных Романову или Митрофану. Есть, был один, да, вот есть толпы трусливых, ряженых бизнесменов. Все, да? И был единственный Смирнов, поп, знаменитый на всю страну, но он был сражен ковидом, и только сейчас он очухивается, и когда он придет в былую форму, непонятно. Хотелось бы, конечно, чтобы поскорее мне не хватает. Да, 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 да. Радует, что, по крайней мере, разочек он уже одел трусы, примерил перчатки, его видели на ринге, он разминался, разминочка у него была соответствующая, он объявил войну контрацептивом, объяснив, что регулировать... Справедливые. Это касается только православных. Да, но это... В православной семье контрацептивы запрещены. Слушай, православные, они тоже люди, да, и мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы их и без того нелегкую жизнь облегчить и каким-то образом подсластить. И вот, да, действительно, он объясняет, что регулировать рождаемость в семье можно, но не с помощью контрацептивов, а при помощи воздержания, да. Но было бы лучше, кстати говоря, если бы он рекомендовал изготавливать силиконовые маски со своей физиономией, тогда оба супруга, укладываясь в постель, могли бы одевать личины почтенного протеерея, и тогда абсолютно полное воздержание было бы навсегда гарантировано. Правда, тоже, Оля? Это лукизм, Александр Глебович. Нет, подожди, это тоже немножечко искусственный способ, потому что презерватив, он, извините, остается презервативом вне зависимости от того, на что его натягивают, на лицо или на какое-нибудь другое место. Поэтому я вот помню, когда я еще был, ну да, я уже тут предавался воспоминаниям в связи с гуманитарной помощью, но я помню, что когда я был дьявольски юный, и были 600 секунд, мы снимали какие-то в европейской гостинице, она называлась тогда европейская, нынешняя Гранд-отель Европа, снимали рейды по проституткам, и где милиционеры вылавливали гостиничных, таких экстраклассных шлюх, и потом в помещении спецслужбы гостиницы происходил допрос, и происходила опись имущества, там же и штрафовали. Я помню, что вытряхивалась сумочка-проститутка обязательно на стол, там было много потрясающих предметов, и всегда обязательно были иконки, и в том числе довольно большие. И когда, я помню, был, чертова знает, как звали этого оперативника, он вертел в руках эту иконку и говорит, это-то тебе зачем? Девка на него посмотрела и сказала, как, зачем? Чтобы не залететь. А как ты ее засовываешь? Грустно спросил опер, который не понял мистической подноготной этого рассказа.